Кто из вас в своей жизни когда-нибудь сталкивался с бедой? Все сталкивались? С бедой. Переживали? А почему вы решили, что это беда? Плохо было. Вот у меня, я помню, когда супруга рожала, я первый раз был на последних родах моей жены, когда рождался сын, и ей было вообще, так мягко говоря, плохо. Но не насказал бы я, что это беда. То есть плохо – беда, а хорошо – радость, счастье. Я хотел бы сегодня с вами посмотреть в Священном Писании, что такое настоящая беда. И я не знаю, почему, как-то в последнее время мы довольно много в воскресных проповедях используем и читаем Слово Божьего. И я хотел бы сегодня вместе с вами открыть второе послание Коринфянам, четвертую главу. И мы вместе с вами прочитаем с пятого стиха. Я апостол Павел, обращаясь к верующим в Коринфе, уже не в первый раз пишет им. И мы, конечно, понимаем, что это письмо мы можем отнести стопроцентно к нам с вами. Хотя мы живем давным-давно уже после существования Коринфской церкви и жизни апостола Павла. Но мы верим, что Писание Бога духовновенно. И оно написано в том числе и для нас. И вот смотрите, обращаясь к нам, апостол Павел пишет, пятый стих. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. А мы рабы ваши для Иисуса. Здесь можно, интересно, в греческом поставить не только для Иисуса. Здесь скорее из-за Иисуса. Мы рабы ваши из-за Иисуса. И вот смотрите, апостол Павел здесь подчеркивает, что в проповеди можно нести людям Христа, а можно нести людям себя. Говорить правильные слова, может быть, какие-то истины изрекать, но за всеми этими истинами не Бог. Хотя Бог, это Слово или Христос, в проповеди могут упоминаться, но человек несет себя. Как отличить эти проповеди? Вот Павел и показывает, в чем же разница между проповедью себя, которым во многом была больна Коринфская церковь, кто-то говорил, и я о Павлов, о Полосов. То есть какие-то были великие личности, учителя и вот группки фанатов одного проповедника, другого проповедника. В принципе, то же самое происходит сегодня. Разные проповедники, а вот нам этот нравится, а нам вот этот нравится, вот этот нравится. И вопрос, а кого же проповедники проповедуют? То есть кого они несут, себя или Бога? Как это отличить? И вот он говорит, мы не себя проповедуем, но Христа, а мы рабы ваши из-за Иисуса. Потому что Бог повелел из тьмы воссиять свету, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И вот здесь в шестом стихе мы видим, Павел показывает путь христианина. Когда мы приходим к вере, когда мы приходим к Богу, происходит вот это озарение. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, мы сразу вспоминаем самое начало Писания, бытие первая глава, когда в самый первый день творения Бог что сделал? Он во все дни много чего делал, там животных разных, там всего, вот вы читаете, а в первый день сделал с. Самое важное, единственное, отделил свет от тьмы. Все. И уже все остальное в творении уже из этого проистекает. Отделение света от тьмы. И вот Павел говорит, что вот свет Божий озарил наше сердце. Вот это слово озарил означает светить, блистать, сверкать. То есть вот это сияние наполнило нас внутри, наполнило наше сердце. Но смотрите, на этом нельзя останавливаться, потому что, к сожалению, нередко бывает, смотришь, человек пережил вот это озарение, но через некоторое время снова такое ощущение, что живет во тьме. Бывало уже такое? Вы сталкивались с такими верующими? Скажи ближнему, он о тебе говорит. Есть некоторые христиане, они принципиально, все, что пастор говорит, скажи, я никогда не говорю. Вредина ты, христианская вредина. Ладно, не говори, не так важно говорить или не говорить, главное жить так. Хотя и говорить важно, но это потом. Смотрите, он озарил, и на этом не останавливаться, смотрите, дабы просветить. И вот здесь слово просвещение, даже более точно вот это слово освящение, то есть дабы просветить, осветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Если он мог сверкать, блистать, это как салют какой-то, засверкало, засияло внутри. У некоторых такое было покаяние, пришел в церковь, вообще ничего не понимаешь, пригласили в церковь, на концерт попал, некоторые говорят. Тут как-то барабаны, думаешь, вообще не мог себе представить, что в церкви гитары, барабаны, тут у тебя везде звезды такие, знаешь. В конце там призывают, придите к Иисусу Христу, тебя кто привел, давай быстрее иди, под Бог тебя толкает, пришел, сам ничего не понял. Пастор говорит, давай повторяй, что-то повторил такое, все тебя поздравляют, что-то там дарят тебе. И вот пришел домой, очухался. От этого христианского фейерверка, оздорения, освящения, да? И некоторым кажется, достаточно, но на самом деле все это лишь начало, которое не имеет никакого значения, если нет продолжения, дабы просветить, то есть осветить. Тоже свет, но который, это уже не фейерверк, не вспышка какая-то, это как некий процесс. Мы входим в это, чтобы в нас происходил вот этот процесс сияния, чтобы не просто сердце там было озарено, освещено, чтобы постепенно твое мышление менялось, освещалось, чтобы ты начинал по-новому мыслить, по-новому на многие вещи смотреть, по-новому оценивать, в том числе счастье, несчастье. Многие вещи мы начинаем пересматривать. И вот этот процесс происходит с нами, христиане, которые пережили эту вспышку, но не находятся в процессе посвящения, освещения, представляют из себя довольно жалкое зрелище. Почему? Вот Павел показывает, почему. Потому что Бог, повелявший из тьмы воссиять свету, озарил блистать, сверкать наши сердца, дабы просветить, осветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. То есть это слава, которая озарила сердце, должна наполнить нашу жизнь, наши мысли, наши дела, наши поступки. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. А здесь Павел о чем пишет? Что за сосуды мы такие носим? Кто пришел с сосудом сюда сегодня? Глиняным. С миской, ложкой, чашкой. Конечно, здесь говорится о нашем теле. Глиняное тело, земляное, да? Дабы преизбыточная сила была переписываемая Богу, а не нам. Посмотрите, что интересно. Бог, наполняющий нас светом, освещающий наше понимание мышления, отношения, тем не менее, оставил нас вот в этих глиняных телах, как у всех. Поэтому верующий даже после покаяния, ну, вот ты не меняешься внешне. Не то, что пришел, покаялся, раз, так смотришь, жир ушел, мышцы появились, христианином стал, да? Все говорят, не надо ходить в фитнес, ходите в церковь. Бог здесь все меняет. Тело глиняное золотым становится. Вечным, неувядающим. Нет, да. Вот мы внешне остаемся точно такими. Может быть, глаза более веселые. Первое время. Так-то точно так же. Вот в таких же глиняных сосудах, такие вот ломкие, непрочные, пошел, споткнулся, ногу подвернул, глиняный сосуд, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам. И вот посмотрите, дальше Павел поясняет, в чем же вот эти немощи? Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаемы. Порой с христианских кафедр звучат такие призывы. Приходи к Богу, и твоя жизнь станет прям чудесной, удивительной. У тебя там чуть ли проблем не будет, болезней не будет. Ты просто будешь жить, ходить как по облаку все равно что. И люди думают, о, классно, попробуем. Пришел к вере, стал читать Библию, молиться, ходишь в церковь. Смотришь, а проблемы-то никуда не исчезают. Сложности-то не исчезают. Обманули, значит. Так вот апостол Павел и показывает нам, что у нас до сих пор есть, смотрите, и притеснение, и отчаянные обстоятельства, гонения, какие-то вот низложения, то есть сложности в жизни. То есть мы сталкиваемся с теми же проблемами. Вот то, что Павел здесь называет отчаянные обстоятельства. И иногда, общаясь с верующими, слышишь, как много непониманий. Пастор, ну как же так? Вот проблема, вот беда у меня, там сложности, где же Бог? Я молюсь, почему-то ничего не происходит. И мы все время ждем каких-то внешних изменений нашей жизни. Вот проблемы, 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 проблемы. Сложности, сложности. Надо молиться, да, сложности, у меня проблемы, давайте будем все молиться. Конечно, надо молиться. Конечно, мы ищем лицо Господа. Но поймите, освящение Бога, оно меняет наше отношение к жизни, в том числе и к проблемам. Там, где раньше мы видели проблему, теперь мы не видим проблему. И там, где раньше нам казалось, да, это ерунда, а теперь мы видим, нет, далеко не ерунда. То есть надо правильно относиться. Многие думают, ой, я в беде, я в беде, я в беде. Почему ты решил, что ты в беде? Ну как? Сложности, в беда. Я сразу вспоминаю ситуацию, знаете, такую анекдотическую несколько, которая произошла с одним миссионером раньше, служившим, был миссионер такой, который поехал к дикарям проповедовать Евангелие, ну и каким-то образом оказался в племени людоедов. И сидит он в племени людоедов, вот, и молится Господа, говорит, Господь, я в беде. Бог ему отвечает, как ты в беде, почему ты в беде? Он говорит, ну как, Господь, я в беде. Да не в беде ты, да как не в беде? Я в беде, помоги мне, Господи. И Бог ему говорит, хорошо, возьми сейчас камень и ударь вожака людоедов со всей мочи по голове. Он берет камень, бьет вожака людоедов по голове, вожак падает. Бог ему говорит, а вот теперь ты в беде. Понимаете, вот мы часто вот эти, вот беда, вот несчастье, бегают христиане с вытаращенными глазами. Вот все эти ситуации. Но послушайте, пока ты живешь на этой земле, у тебя будут периодически возникать вот так называемые отчаянные обстоятельства, какие-то сложности, беды, непонимание там, не так кто-то поймет, вот начнет тебя гнать там, притеснять тебя, начнет. Почему мы с вами решали, решаем, что это беда? Да, это может быть какая-то сложность, но Павел показывает, беда не в обстоятельствах вокруг нас. Павел показывает, что все важное происходит тут, внутри. Потому что если здесь внутри ты не переживаешь славы Божьей, не переживаешь единения с Господом, тогда все, что бы не было в твоей жизни, это беда. Но если здесь, в этом глиняном сосуде, там внутри, ты озарен сиянием Божьим, и этот процесс освящения, посвящения, когда слава Его начинает озарять тебя изнутри, и ты Его больше и больше познаешь, больше и больше наполняешься им, больше и больше переживаешь Его, тогда ничто в твоей жизни не беда. Вы понимаете? А есть ли отчаянные обстоятельства? Есть! Но это не беда. Почему? Потому что в отчаянных обстоятельствах ты... Не отчаиваюсь я. Ты-то не отчаиваешься. Да бывает от ерунды, так заводимся. Когда мы читаем это, мы же понимаем, это не просто написал там какой-нибудь миллиардер, это же апостол Павел написал, у которого была очень непростая жизнь, там его и били палками за проповедь, в тюрьме он оказывался, там пост брали некоторые, чтобы умертвить его, у него были постоянные сложности. Но Павел говорит, я не отчаиваюсь. В чем? Почему, Павел? В чем твой секрет? Почему ты не отчаиваешься в отчаянных обстоятельствах? Почему? Почему? Почему ты притесняем, но не стеснен? А есть люди, у которых вроде все нормально, а внутри прямо все забиты, зажаты, стеснены внутри. У апостола Павла, наоборот, столько проблем было вокруг, а внутри он был свободен. И в отчаянных обстоятельствах он не отчаивался. И чтобы там с ним не пытались сделать, как бы его не пытались не изложить, он был в радости. Он стоял в победе. Почему? Почему? И вот смотрите, 10 стих. Павел как бы показывает, в чем же секрет вот такого отношения к жизни. Всегда носим в теле мертвость. Это вот греческое слово некросис. Вот отсюда некролог происходит. Некросис. Мертвость. Смерть. Мы носим смерть Господа Иисуса. То есть мы внутри носим смерть Господа Иисуса, чтобы, смотрите, и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Что же это за смерть? Как мы можем ее носить? И часто христиане, вы знаете, все внутренние вещи, к сожалению, христиане пытаются перенести во внешнюю сферу. Но мы так устроены. Мы живем внешним. Мы наполнены внешним. Мы судим часто по внешнему. Друг от други. И даже наша вера внешняя. Как это носить? Давайте, может, крест возьмем, будем ходить так с ним. Носим все время мертвость Господа. Маленький, большой, неважно какой. Да неужели же вот это есть смерть? Нет. В чем суть смерти? Иисус умер за нас с вами. То есть, смотри, Он умер для себя, чтобы даровать нам жизнь, отдал нам свою жизнь, взял наш грех, дал нам свою святость. Это проявление великой любви. Что такое носить смерть Господа? Умереть для себя, для своего эгоизма все проблемы от гордости, когда мы пытаемся «я, я, 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 я». И ты выпячиваешь свое «я», даже став христианином, ты в этих духовных вещах ищешь какой-то своей позиции, своей славы. То есть, ты можешь как бы говорить-то о Боге, о славе Божьей, но постоянно продвигаешь какую-то себя, себя, себя. Какое огромное сегодня количество популярных проповедников. Я не знаю, я не могу слушать проповеди большинства популярнейших проповедников, потому что за правильными словами все время «а какой я?», «а какой я?», «а какой я?» И смотришь самые популярные. То есть, ты думаешь, что чем человек более нахраписто, нагло, самоуверенно, говорит, тем больше в нем веры Божьей. Да неправда это все. Бывают люди говорят правильные слова, проповедут правильные вещи, а потом смотришь, как-то все к себе сводится. А что вот мы такие, наша церковь такая, мы самые лучшие, а наше движение самое помазанное, распомазанное. И ты видишь, это просто-напросто старое «я» в этом глиняном сосуде. Нету вот этого света, этого озарения, этого сияния. Нету. Почему нету? Мертвости нету. Потому что если ты хочешь больше света, ты должен больше умереть. Твое эго должно умереть внутри. Это и значит носить смерть Иисуса. Не просто в воскресенье прийти сюда со смертью Иисуса внутри. Каждый день вот этот распинать свой эгоизм, свои амбиции, все проблемы вот от нашей гордости, желание что-то кому-то доказать, себе доказать. И люди не живут, они мучаются все время, пытаясь что-то кому-то доказать, что-то там убедить кого-то в чем-то. даже мне говорят, Виктор, ты иногда в проповедях часто говоришь о каких-то своих ошибках, так не надо, а то люди подумают, что пастор ошибается, что его слушать, говори больше о победах. Но я честен с вами, если у меня есть ошибки, я о них говорю. И если ты после этого подумаешь обо мне хуже, это не моя проблема, а твоя. Моя проблема, если я честным не буду. Если вы хотите видеть здесь супермена, вам нужна другая церковь, и их немало здесь. Супермен, суперпомазанный. Я обычный человек, который стремится в своей жизни носить мертвость Иисуса Христа, чего я тебе желаю. Мертвость себе носить. А вы знаете, эго ведь не хочет, потому что эго говорит, Виктор, Виктор, а ведь ты талантливый парень. Но уже не парень. Хотя эго говорит, парень, парень, волосы есть, парень. Не будет, будешь дед. И ты смотришь, на кого нет меньше волос и думаешь, то есть, понимаете, эго, оно и всего из внешности, из таланта, из дара, из хорошей проповеди может сделать платформу для самовозвышения. И я вам хочу сказать, послушайте, если вы хотите искать Господа, это неизбежно должно идти вместе с умерщвлением своего эго, своей плоти, то есть, с ношением в этом глиняном сосуде мертвости Господа Иисуса Христа. Потому что, если не происходит тогда ваши духовные поиски, за которыми стоит не мертвость Иисуса Христа, а ваше эго приведут к странным вещам, когда люди начинают хотеть искать Бога ради переживаний, ради откровений, чтобы я пришел в церковь и сказал бы, ребята, 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 вы Бога не знаете, а я вчера такое видение пережил. И все такие, вау, вот это духовный брат. Вот это да. И почему происходит, мы часто видим, вы знаете, так называемая духомания в церкви. В чем проблема духомании? духомания это попытка что-то духовное найти, пережиться, прикоснуться с Господом, но не убить свое я, не умертвить свое эго. И это приводит к тому, что крыша едет у людей. Странные видения, странные откровения. Видели таких полуумных духовных братьев и сестер, которые вот такие? И они говорят, вроде все о Боге, о духовном, но за этом воняет их эгоизм. И не важно, это там новообращенный или на кафедре стоит тут проповедует уже давным-давно. Плоть одинаково вонючая и у старого вера, и у новообращенного. Это плоть. И плоть надо умиршлять. И когда бывает, начинаешь проповедовать в церкви и говорить, надо искать Господа, надо искать Господа. И некоторые думают, ой, что-то, пастор, не слишком ли глубоко, мы тут уже Бога ищем? Уж прямо так уже аж страшно. Уже постоянный выезд. Скоро будет выезд тишины, в мае у нас будет весенний выезд тишины. Некоторые думают, хочу, но боюсь, потому что видел я людей Бога нашедших, не хочу таким стать. не бойтесь, дорогие, у нас тут будет выезд, умершляй плод, все хорошо будет. Когда ты понимаешь, кто ты, одно из великих переживаний, когда Бог показал, кто я такой, и когда ты понимаешь, вот, нечем мне хвалиться, Павел об этом писал, но ты не просто, нечем мне хвалиться, я прямо так горд своей скромностью, как Моисей, который прямо так и написал, я не был более кроткого человека, чем я. Я зачеркнул Моисей. Сипа он ни при чем, а себе в третьем лице. Конечно, там неверующие говорят, это не Моисей писал, но мы-то верим, что написали те, кто написали, или ты веришь, что написали те, кто не написали. Нет, мы верим, что Моисей написал, но так вот приписал скромно, и вот точно так же вот мы тоже, как та сестра, ой, Виктор, слава Господу, мне духовный авторитет. И вот мы такие, знаешь, нам духовный авторитет, вот такие мы, аж прямо гордимся, такой прямо уничиженный брат. Когда он постится, все в церкви знают, брат постится, в глубину пошел. Нечем хвалиться, вот пока у тебя такие мысли, что-то кому-то доказать, стать глазом вопиющего в пустыне, рупором небес 21 века, вот пока у тебя вот так вот так. Пастор, мы разве не должны о большом мечтать? Ну, мечтать для своего эгоизма. Да мечтаешься так, что крыша поедет. Потому что это опасно, сохраняя эго, искать его. Ты найдешь, но такое найдешь, что все от тебя будут шарахаться. Такое отыщешь. Поэтому в этом есть большая опасность. Я сразу предупреждаю, не хочешь умерщвлять свое эго, пожалуйста, не езжай на выезды. Потому что в лучшем случае просто тупо просидишь неделю. Сидят некоторые там у нас на выезде, и там Бог начинает касаться, кто-то плачет, кто-то на колени встал, кто-то, он такой сидит, лицезреет. Это очень важно. Очень важно. Когда ты умираешь для себя, умираешь для своего эгоизма, какие-то амбиции свои, когда ты понимаешь, что в этом глиняном сосуде слава Божия, и все, что ценно есть, это слава. Это Бог. В тебе и во мне. А когда ты понимаешь, что Бог в тебе, это самое важное, чем ты можешь гордиться перед ближним своим? В нем тот же самый Бог, а? Ну, как ты можешь гордиться? Ну, а я более талантливый. Да таланты однажды каждый отдаст обратно. Помните, когда господин пришел, у всех таланты забрал. Потому что суть не в талантах была. В этом мире из талантов делают идолы. Вот звезда, великий актер, великий певец, великий золотой граммофон, там калоша серебряная, помазанник Божий. Вот. И мы делаем каких-то звезд, 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 звезд. Друг из друга. Почему Бог так много сделал через апостола Павла? Человека, которому на самом деле было, у него было и образование, и все. Потому что он понял, что нечем ему хвалиться. И он и говорит, то, что было для меня преимуществом, то ради Христии. Было раньше преимущество, а я же был духовный, фарисей из фарисеев, главный кандидат в лучшую партию Синедриона. Когда он понял, мне нечем хвалиться. Вот мне нечем хвалиться. То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четую. Да и все почитаю счетое. Ради превосходства познания Христа. Мы хотим и свою гордость оставить, и познать превосходство познания Христа. Нет. Хочешь реального познания Христа, вот если ты этого хочешь, ты должен это оставить. И вот тут наступает момент, через который многие не могут перешагнуть, многие христиане. Когда мы хотим и не хотим одновременно. Мы хотим славы Божьей, но не хотим умоляться. Мы хотим переживаний Бога и познания Бога, но не хотим убивать свое эго. Мы хотим как-то вот эго обредить в одежды славы. Вот и происходят проповедники, которые не Христа, а себя проповедуют. Верующие, которые такие духовные переживания получают, которые просто являются базисом для их гордости. А в конце концов, это очень печально заканчивается, если даже не трагично заканчивается. Вот это, драгоценные, и есть настоящая беда. Вот в чем беда, а не в этих внешних обстоятельствах. Да почему мы все внешним-то мерим? Беда внутри тебя может жить. И она называется твой эгоизм. Твоя плоть. А когда Дух наполняет тебя, ты понимаешь, да во мне такой же Бог, и в нем такой же Бог. Как я могу над Ним превозноситься, своими талантами, дарами. Так Бог мне дал, и вся ценность этих талантов, как я их использую. А потом я их сдам. И Бог не спросит в меня, талантливый ты или неталантливый. Он спросит, что ты сделал со своим талантом. Как что сделал Господь? А так со своим талантом много сделал, столько сделал. Такой великий христианин, такой великий телевизионный проповедник, такой помазанник был на земле. Я много чего сделал со своим талантом. Бог скажет, да для других-то ты что сделал? Не для себя. Я же тебе не для тебя дал таланты. Тебе-то зачем, великий певец, в душе петь, что ли? Что ты сделал для других? Послужил ли ты этим даром другим? Это и означает употребить воборот. То есть для других. А как перед этим, когда видишь, что твое служение, твой труд приносит плод, как при этом избежать гордости, вот этой опасности, только одним путем умершлять эго. Или говоря словами Павла, мертвость Господа Иисуса носить в себе. Нет другого пути. И чем больше ты умоляешься, чем больше твое эго распинает, распинается на кресте, тем больше ты его распинаешь, тем больше ты готов пережить его. Потому что эта слава уже не будет тобой приписываема на собственный счет. Понимаете? Иначе много за 25 лет я видел сумасшедших в христианстве, которые такие откровения наполучали, потом бегают с этими откровениями. И печально, что они являются как бы антирекламой поиска Бога, потому что другие христиане смотрят на них и думают, не-не-не-не-не-не-не, не хочу я Господа искать, пастор, ты молодец, ты там ушел в глубину, и я тут на поверхности, но со здравым разумом побуду. Милые мои, это реально, сохранить здравость и при этом познавать глубины Христа, если ты при этом умершляешь свое эго. Понимаете? Это реально. Но опасно, повторяю, искать Господа, духовных переживаний и вещей и оставаться в своей плоти, амбициозной. И вот смотрите, 13 стих. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, скажи ближнему, я веровал, потому говорил, если он замолчит, сейчас ничего не говорит, значит, не верующий. Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами». Видите, когда мы носим в себе эту мертвость Иисуса, давайте еще вернемся, я, по-моему, пропустил пару стихов, вот в 11 стих, он говорит, мы всегда в теле носим мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем, ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. То есть, это постоянно. Ты говоришь, Павел, вчера я так свой эгоизм победил, сегодня снова надо, понимаете? Непрестанно происходит. Плоть, она пытается все-таки взять свою власть, взять все в свои руки, но ты должен непрестанно предавать ее на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова, видите, когда умирает эго, умирает плоть, тогда жизнь Иисусова открывается в теле. Ты вдруг думаешь, ой, уже у меня тут ничего не осталось, как же дальше жить? И тут чувствуешь, вау, жизнь Божья, как поток начинает течь через тебя. И то, что ты раньше пытался достичь своей силы, у тебя не получалось, сейчас у тебя получается, но ты понимаешь, кто источник этой победы. ты понимаешь, он говорит, смыть, и так, что смерть действует в нас, 12 стих, а жизнь в вас. Вот такое служение несет жизнь, если в тебе есть смерть Христа, тогда твое служение, твои слова несут жизнь. А если твоя плоть жива внутри, то твои слова, пусть правильные, пусть канонические, пусть богословские, выверенные, ничего не несут хорошего, смерть несут. Ты просто своей амбициозностью заражаешь других, своей амбициозностью травишь народ. И мы все пытаемся как-то реализовать свое эго за счет Господа. Сколько верующих книг там написано, как свое эго реализовать за счет Господа. Ну, конечно, так не называется это, книжки. Ну, суть такая. А когда говоришь о мертвости, думаешь, о-о-о-о. Поэтому проповедь, как реализовать свое эго за счет Иисуса, очень популярна, потому что она соответствует мирскому взгляду. Они там все хотят свое эго реализовать. Ну, или почти все. А вот когда говоришь об этом, тут тяжело. Это не соответствует духу мира сего, потому что это дух и веры. И вот он и говорит дальше. Имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. Знаешь, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. То есть не бойся, что надо, Бог воскресит. Как же я без эго совсем исчезну? Буду такой, знаешь, дыркой от бублика, типа тело это бублик, а я дырка. Бублик ляжет в землю, что от меня останется? Что надо, то останется. Бог воскресит тебя, не переживай, и поставит пред собою с вами. Видите, то есть дух веры это не наглость и нахрапистость. Сейчас-то я веровал, потому говорил, давайте будем говорить. Опять-таки, все сводится на внешний уровень. На внешний уровень. Это всегда было главной проблемой христианства, все сводить на внешние там успехи. или неудачи какие-то, беды. Но дух веры это не наглость, не нахрапистость. Это единение со Христом. Это довериться Господь. Ну, смерть так смерть. А если этого не происходит, тогда просто то, что мы делаем с вами, это просто пафосный религиозный звон. Пафосный религиозный звон о Боге, об Иисусе. И чем больше вот такие пафосные религиозные христианские проповеди, тем больше люди в нашей стране разочаровываются в христианстве. Те из вас, кто помните, мы пришли к вере в начале 90-х годов. Какое раньше было отношение к христианству и какое сегодня. Как раньше с уважением относились и как сегодня. Потому что они мерзкие люди, ничего не понимают. А может быть проблема-то во многом в нас с вами, а? Может, мы так показали им Христа, что их воротить от этого стало? Увидели просто религиозных, амбициозных людей. которые под именем Христа все пытаются в свои руки загробастать. Сколько сегодня такого? И вот 15-й стих. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Да, внешний человек тлеет, а внутренний обновляется. Когда ты все делаешь, все ставки делаешь на внешность, для тебя все беда, все что-то для тебя не так, все не то, потому что это опасно. Восторгаться только внешним, всю красоту видеть во внешнем. Как помните у Николая Заболоцкого знаменитое стихотворение «Некрасивые девочки», которое заканчивается такими словами «А если это так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она глиняный, в котором пустота или огонь сияющий в сосуде?» Такой риторический финал, риторический вопрос в финале стихотворения. Для большинства людей красота это сосуд, это внешность. Как это все выглядит гламурно, красиво, ярко. Посему есть такие поговорки «красота находится не глубже кожи». Вот внешность, да? Не глубже кожи красота. Вот, смотришь, ой, красиво, ой, как красиво. А попробуй с этого человека, который так красив кожу содрать, красиво? Некрасиво. С Бреда Пита, например, содрать кожу. Веселая проповедь. Красиво будет? Мы вот это все помещаем вовне, красота вне, поверхностность. Но когда ты познаешь суть, ты начинаешь правильно относиться к этим всем внешним вещам, к этой внешней оболочке. и ты понимаешь, не, главное это суть. Главное это то, что внутри. Потому что внешнее все равно со дня на день клеит. Но красота внутри непреходящая. Внутренняя красота. Мы когда смотрим на этот зал внешним и думаем, да, здесь разные люди, кто-то причёсан, видно, что перед походом в церковь долго перед зеркалом стоял, а кто-то вскочил и побежал сразу. Мы смотрим возраст у нас разный, одежда разная. Когда Господь смотрит, Он смотрит на внутреннее. Вот в чём красота. Вот что там внутри находится. Есть ли там вот этот огонь, сияющий в сосуде или просто красиво расписанный пустой кувшин. И вот последние стихи. Павел заканчивает свою мысль, ибо кратковременное лёгкое страдание, гнёд, скорбь, мучение, бедствие. Это вот всё значение слова, которое у нас, греческого слова, которое у нас приведено как страдание. кратковременное лёгкое угнетение, притеснение, гнёд, скорбь, мучение, бедствие наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Знаете, это очень интересно, здесь дословно в греческом языке Павел пишет, «Мгновенное лёгкое угнетение в избытке производит вечную тяжесть славы». И он показывает, есть вещи реально весомые, тяжёлые, а есть лёгкие вещи. И он говорит, вот эти страдания, угнетения, притеснения, то, что мы и называем беда, Павел называет мгновенными лёгкими вещами. Мгновенное лёгкое. Вот так. Мгновенное лёгкое. То, что мы называем бедой. А то, на что мы редко обращаем внимание, Павел говорит, это самое важное, потому что это вечное. И в этом есть реальная тяжесть, реальный вес. И когда мы проходим через эти сложности, проходим через эти трудности, порой страдания, это прежде всего нам открывает истинную картину. А могу ли я радоваться даже в беде? А могу ли я быть нестеснён в тесноте? или я подвержен этим стихиям мира сплошным? Это, конечно, не значит, что мы должны, так беда, и мы ничего не делаем, но мир надо хранить внутри и радость. У меня порой тоже бывает, когда приходят сложности, и вдруг чувствую, знаете, как паника начинает подступать. Вот переживали, когда паника приходит сложность, и ты начинаешь аж, я что-то думать не можешь, как будто ступор наступает, ай, что же делать, а как же так, а что же делать, а как же так, и наступает ужасное состояние, когда ты поддаешься вот этим отчаянным обстоятельствам. Но Павел говорит, послушайте, вера нас не избавляет от них, от сложностей, от бед, от трудностей, но это все на самом деле не беда. И все это не так уж и важно. Как не так важно? А я для этого в Бога и верю, чтобы этого в моей жизни не было, этих сложностей. Как-то не важно. Так ты и веришь тут. Потому что цель веры это проходя через сложности, через трудности, через эти легкие страдания. Умертвлять свое эго, амбициозное, гордое. Тогда жизнь Христа будет являться в тебе. И ты сможешь наполняться Его славой больше и больше, больше и больше, больше и больше. Для этого мы и делаем эти выезды, наполняться Господом, переживать Его, познавать глубины Иисуса Христа. Вот цель. Когда мы смотрим не на видимое, и опять-таки, видите, Павел сравнивает внешнее и внутреннее. Видимое – внешнее. Но мы смотрим на невидимое. Ибо видимое временно, мгновенно, а невидимое вечно. И вот здесь вот этот глагол «смотрим», значение этого греческого слова «рассматривать, наблюдать, следить». Бог призывает нас к этому. Умечляя свое эго, нося в своем теле мертвость Господа Иисуса Христа, мы можем больше и больше взирать, наблюдать, смотреть, смотреть, рассматривать вечное, настоящее, что не видят люди века сего. Но Бог это открывает тем, кто по-настоящему доверяет Ему и в смерти, и в жизни. И это великая радость созерцать Его. Это великая радость в действительности входить вот в это состояние, что и является настоящей молитвой. А не «Господи, убери беду там, или почему я в беде». Вот молитва, когда «Боже, вот я оказался в такой ситуации, яви мне себя, хочу видеть Тебя, Господь, хочу в стесненных обстоятельствах быть не стесненным, в отчаяниях, в ситуациях хочу не отчаиваться. Как бы ни было тяжело и сложно, хочу радоваться Господе, хранить мир и продолжать любить Тебя и моих ближних». Вот это и есть путь реального познания Господа и ловушки на этом пути, о которых нас здесь в этой четвертой главе второго послания к Коринфянам предупреждает апостол Павел. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова